Декларационная кампания налоговой службы вступает в активную фазу. В каких случаях нужно отчитываться о доходах перед государством, пояснили в Межрайонной инспекции ФНС номер 16 по Московской области. Скажем сразу, круг декларируемых доходов за год не изменился. К этим доходам относятся доход, который получен от сдачи имущества в аренду, доход, который получен от продажи объектов недвижимого имущества, который на момент продажи находился в собственности налогоплательщика менее пяти лет, или от продажи объектов и нового имущества, к которым относятся транспортные средства, которые на момент продажи находились в собственности налогоплательщика менее трех лет. Подлежат налогообложению доходы, полученные по договорам гражданского правового характера, а также доходы от сделок за пределами России, сокрытие от государства суммы выигрыша в лотерею и стоимости дорогих подарков, полученных не от близких родственников, основания для привлечения гражданина к ответственности. Она предусмотрена статьей 119 налогового кодекса в виде штрафа в размере 5% от исчисленной к уплате суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1000 рублей. Сроки подачи декларации, продленные в прошлом году из-за пандемии, вернулись в привычные рамки. Направлять декларацию за 2020 год нужно до 30 апреля, а уплатить налог не позднее 15 июля. Ежегодно от граждан налоговая получает порядка 300 тысяч таких уведомлений. Заполнить налоговую декларацию можно через обычный компьютер. Кстати, это сделать можно и непосредственно в налоговую инспекцию, а можно и через мобильное приложение, скачав его, например, с сайта налоговой инспекции. Как можно это сделать? Вы заходите в ваш личный кабинет, переходите в раздел «Обращение». Если вы подаете через личный кабинет декларацию, у вас также есть возможность приложить к этой декларации все ваши подтверждающие документы в виде сканов или хороших качественных фото. Обратите внимание на стоимость декларируемого недвижимого имущества. Она должна составлять не менее 70% от кадастровой. Если дом, квартира проданы за меньшую цену, платить налог придется с суммой, составляющей 70% от кадастровой стоимости объекта. Сделано это, чтобы граждане не занижали стоимость жилья в официальном договоре. В ряде случаев инспекторы ФНС запрашивают у физлист дополнительные сведения. Зачастую налогоплательщики не представляют подтверждающие документы, подтверждающие продажу того или иного вида имущества. Это затрудняет и увеличивает срок камеральной проверки до последнего дня. Поэтому заранее рекомендуется проверить весь комплект документов, которые необходимы для подачи декларации. Как и раньше, декларацию по форме 3НДФЛ обязаны предоставлять предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, а также глава крестьянско-фермерских хозяйств и арбитражно-управляющие. Кому с этого года не нужно подавать декларации по транспортному и земельному налогу, так это организациям. Им налоговая рассчитывает суммы к уплате по данным регистрирующих органов. Основной принцип начисления и уплаты налогов остался тот же самый. То есть налогоплательщик, предприятие самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог по квартально в виде авансового платежа. Для сверки налогов с 1 марта ФНС направляет юрлицам информационные письма. Продолжение следует...